всем привет мои дорогие друзья и гости моего канала вы на семейном творческом канале сегодня у нас понедельника я начинаю снимать новую вышивальную неделю у нас тут в кадре матильда интересуется моим вышивальным процессом побежала так вышивать я сегодня планирую свои любимые ирисы надеюсь мне удастся сегодня до вышивать вот эту часть схемы хотя бы где светленькая и напоминаю сколько у меня отшита на данном этапе вышивальную неделю начинаю со своего любименького любименького процессе к это наборчик с алиэкспресс ссылочка будет под видео в описании на продавца продавец проверенной лично мною ну вот такие вот у меня тут продвижение смотрите какие ровные крестики все очень ровно ложится очень яркие ниточки сочные и меня в принципе очень понравилось вышивать на разлинованной канве но сама наверное я не буду ленковать а так удобно ну ладненько пошла вышивать мои дорогие дорогие друзья у меня сегодня уже вторник второй день вышивальной недели и я сегодня буду вышивать бычка в очень такой необычной обстановке у нас сегодня тепло и я по вышиваю на улице вот этот на лавочке сижу что-то серафима сегодня хоть захотела чтобы я ее проводил до музыкальной школы у меня сейчас будет два урока так что буду ждать на лавочке рядышком сквере возле музыкальной школы и чтобы было не так скучно я знаю что за вышивкой время летит очень быстро решила взять с собой вышивку на пластиковый канве не знаю сколько удастся повышивать но попробую сегодня уже среда третий день вышивальной недели вчера я вам показывал что я начала новый процесс это жар птица сказка своими руками елочная игрушка бычок вышивала я ее пока ожидала серафиму на лавочке и покажу сейчас вам свой результат вот сколько удалось не вышить посмотрите коробочка и уже одна ножка копытца выше табачка вот так вот покажу вам вблизи получается очень ярко красиво и вышивается очень легко процесс пока идет как по маслу вообще обожаю вышивку на пластиковый канве прям пристрастилась я к ней ну а сегодня наверное я повышиваю замок волшебный потому что я за него не бралась планирую сегодня повышивать замок с алиэкспресс наверное на пятницу запланирую ну так я плана не люблю строить приулес так что сегодня я буду отшивать волшебный замок он мне отшивается по цветам поэтому я вам его покажу уже воскресенье в окончательных итогах моей вышивальной недели. Так, девочки, у меня пятый день вышивальной недели. Пятница. Сегодня я беру в процесс ориолис, вышивка шерстью. Это звездная ночь по мотивам картин Ван Гога. Буду ее сегодня колупать и вышивать. Показываю вам, сколько у меня на данном этапе вышито. На этой неделе я еще не брала этот процесс. Вечерами, иногда перед сном, я вышиваю свой замок. В воскресенье покажу свои прибавления. Ну и на этой неделе вышивальной я еще начала визуальный процесс. Сейчас вам его покажу. Я начала вязать носки шерстяные супругу. Будет отдельное видео на канале. Покажу пряжу, из какой вяжу. И будет отдельное видео, как только свяжется изделие. А тут я вам так показываю, что у меня еще на этой вышивальной неделе есть визуальный процесс. Я буквально его начала вчера в четверг. Вот уже у меня такие вот хорошенькие прибавления. Сегодня воскресенье. Последний вышивальный день. Так сказать, заключающий, отчетный. Сейчас вам покажу все работы, которые я вышивала на этой вышивальной неделе. Первое, с чего я хочу начать, это Риоли. Звездная ночь. Вышивается на шерстью. Я, в принципе, уделила ей не так много времени, к сожалению, на этой вышивальной неделе. Но в районе 300 крестиков, может быть, чуть-чуть больше продвижения все же есть. Вот так вот она у меня чуть-чуть подросла за эту неделю. Но главное, что вышивается. Как всегда, моя верная Матильдочка рядом с мамолечкой со своей лежит, наблюдает, как я снимаю для вас отчет в последний свой вышивальный день. Мама ее вкусненько сегодня накормила. И вот она у нас отдыхает рядышком. Так, следующую работу, которую я вам покажу, это мой замок. Так, значит, мне удалось на этой неделе хорошо поработать. Я вышила весь 30, так, 22 цвет, по-моему, да, я отшивала. Весь вышила его. Уже подготовилась к отшиву цвета номер 65. Вот такой вот, смотрите, какой ярко-ярко-голубой. Даже ближе к бирюзе. Вот он номер 65. Вот таким красным выделен. И его по картине совсем-совсем немножко. Здесь где-то я уже основной цвет его отшила. Поэтому, может быть, на этой неделе я захвачу еще какой-то цвет. Что касается этой работы. В общем, что я придумала. Сначала я поставила себе такую цель, что оформлять в рамку она не будет, потому что это огромный, колоссальный холст. Вот, и не знаю, что из этого вообще получится. Получится ли хоть какая-то картина. Пока отшивается небо, не очень понятно. В общем-то, решила я эту работу отвезти на дачу и повесить на стену в виде мини-коврика у нас в спальне с мужем. Даже если я не успею до лета ее вышить до отъезда, я возьму ее туда, буду там ее вышивать, довышиваю и оформлю сразу же там. Так что это вот у меня такой будет процесс, который будет оформлен для дачи в виде ковра настенного. В общем-то, у меня такие идеи, конечно, в голове. Сделать с бахромой. Очень так красивенько, но как получится. Найду ли я эту бахрому. В общем-то, загадывать не будем. Вот такие ниточки планирую. Как говорится, планируешь много, а потом что-то не получается. Но вышивать здесь еще очень-очень много. Как раз если возьму ее с собой на лето, наверное, как раз за лето и осилю. Так, следующая моя работа. Давайте я вам покажу мои любимые ирисы. Я очень хорошо их продвинула на этой неделе. Смотрите, какие у меня хорошие продвижения. Шикарные просто. Практически уже отшила полностью ирис. Чуть-чуть у меня осталось, в общем-то. Ну как чуть-чуть? Наверное, крестиков еще 4 тысячи в этой схеме. Да, наверное, еще есть. Но вышивается она крайне легко, быстро. И с удовольствием я работаю над этим процессом. Посмотрите, какая яркая, сочная работа получается. В общем-то, еще чуть-чуть, еще немножко, и будет уже 50% готовой работы. Так, и, ну, наверное, на фоне этой красоты хотелось бы задать небольшой вопрос девчонкам-рукодельницам, которые вышивают хаед. В общем-то, я очень много смотрю вышивальных недель. Мне очень нравятся эти видео. И стала с интересом наблюдать, у девочки многие отшивают хаеды. Я прям загорелась. Но я не знаю, где их покупать, что такое хаеды, почему их так называют. В общем, девчонки, пишите в комментарии, напишите мне, пожалуйста, ну, где вы покупаете хаеды и почему эти работы называются хаедом. В общем, очень интересно. Мне очень захотелось вышить какой-нибудь хаед. Может быть, даже пейзаж какой-то безумно красивый. Или что-то мистическое такое, мифическое. Так что буду ждать вашей подсказки в комментариях. Буду очень благодарна всем, кто отзовется на мои такие вот странно глупые вопросы о хаеде. В общем, может быть, кто-то знает, у каких-то вышивальщиц есть видео, где они рассказывают, что такое хаед, где купить его, почему это так называется вышивка. Буду благодарна также за ссылки. Так что загорелась я на хаед. Так, следующий мой процессик. Я начала новый процесс на этой вышивальной неделе. Это символ этого года. Бычок. Ёлочная игрушка будет оформляться. От фирмы Жар-птица. У меня вчера вышел обзор на этот набор в плейлисте вышивка. Кому интересно, проходите, смотрите. Там я более подробно всё показываю, рассказываю. Ну, а тут я вам покажу, сколько мне удалось вышить. Посмотрите, насколько удобно, когда схеме бэк выделен красным. Вы видите? То есть, когда он чёрным, практически иногда за ручкой его не видно, и приходится... Бэк я очень часто вышиваю по превью, по картинке. У меня отшилась коробочка и ножка бачка. Вышивается легко, быстро. Мне нравится, мне нравится, девчонки. Вообще, довольна наборами от фирмы Жар-птица. Так. И, наверное, покажу вам. Так как у меня на этой вышивальной неделе ещё есть вязальный процесс, я вам покажу. Видео будет на канале отдельное, когда у меня уже свяжется. Я сделала обзор на эту пряжу. Вяжу я носки для супруга. Вот у меня почти носок готов. Вот, немножко совсем осталось. Так что, девчонки, ну, я не только вышиваю. Я ещё и вяжу, и шью, и леплю, и много чего делаю. Интересного и неинтересного. Очень надеюсь, что мне хватит этого матка на две пары. Но муж говорит, а что ты сделай носок каким-нибудь другим цветом? У тебя же много остатков ниток. Будет прикольно. Вот я подумываю носок вывязать каким-то другим цветом. Всё равно домашние носки. Вот. Ну что, вот такая вот у меня получилась вышивальная неделя. В принципе, я считаю, что достаточно продуктивная. Ну, я довольна своими вышивальными результатами и вязальными тоже. Если учесть, что помимо этого у нас ещё куча дел. И домашних, и недомашних. И работа, и неработа. Вот. Поэтому отличная вышивальная неделя. У нас, наконец-то, более-менее весна за окном. Хотя сегодня шёл снежок небольшой. Так. Ну что, завтра я начну снимать новую вышивальную неделю для вас. А сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова